здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале вяжем красиво и сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такую красивую достаточно простую шапку узором пышная резинка справится даже начинающий с этой шапкой вот такая красивая шапочка у меня получилось из чего вязала пряжа alize superlana classic состав 25 процентов шерсти 75 процентов акрила в 100 граммах 280 метров вязала я эту шапку в две нитки понадобится вам на размер 54 56 один моток кому понравился цвет цвет пыльная роза номер 28 она интересна далее что еще нужно нужны спицы я вязала спицами 5 миллиметров для формирования макушки нам понадобится набор чулочных спиц у меня правда вот тоненькие вы можете взять если у вас есть потолще так и крючок неважно какого размера для закрывания ну и для обрезания ниточки ножницы да еще не сказала высота шапки высота шапки составляет 24 сантиметра я специально не стала делать шапку выше потому что узор достаточно плотный объемный я подумала что если я сделаю шапку более высокой с торчащей макушкой то макушка будет выглядеть тяжеловато поэтому я решила оставить вот такой значит на размер 54 56 высота шапки 24 сантиметра и так если вы готовы со мной вязать тогда приступаем как я уже сказала на спицы 5 миллиметров в 2 нити обычным классическим способом набираем 73 петли нам нужно будет 72 но 1 пригодится для замыкания в круг и так 73 петли вот я набрала 73 петли поворачиваю вязание смотрю чтобы не перевернулись у меня петельки и замыкаю вязание в круг значит с правой спицы я переношу последнюю петельку и провязываю мне нужно будет изнаночная поэтому первую я петельку замкну изнанкой да еще нам для начала ряда обозначения понадобится маркер вот эту петельку которую я провязала изнанка я ее верну опять на левую спицу надену маркер чтобы нам отсчитывать или ряд и приступаю к вязанию к вязанию и так первая петля в ряду изнаночная затем провязываем 2 лицевой это у нас первый установочный ряд дальше вы его повторять не будете далее опять изнанка 2 лицевой изнанка 2 лицевой и так провязываем мы с вами целый ряд изнанка 2 лицевой вот я подхожу к концу ряда и мы должны закончить изнанкой и двумя лицевыми мы этот ряд провязали с вами для того чтобы край шапки был у нас посимпатичнее так переходим теперь к самому узору смотрите первый ряд нашего узора 1 изнаночная так как мы ее и вязали в данном случае у нас будет она 1 вы можете если хотите расширить эти косички можно сделать и 2 2 так но вообще не сбиваемся вяжем как я запланировала значит первая изнаночная потом у вас идут 2 лицевых как провязываем их заводим правую спицу за вторую лицевую за заднюю стенку подцепляем провязываем лицо и точно также провязываем за заднюю стенку первую петлю лицевую вас получается перекрест дети дальше опять изнанка опять 2 лицевых провязываем сначала вторую лицевую за заднюю стенку а затем первую лицевую тоже за заднюю стенку узор такой объемный получается плотный вязать иногда бывает сложновато потому что туго да поэтому я вам советую вяжите сразу послабшим изнанку и так до конца ряда мы с вами лицевая вторая за заднюю стенку потом первая лицевая за заднюю стенку опять изнанка опять лицевая за заднюю 2 потом первое да еще рекомендации по поводу пряжи я сказала что я вижу из ализе лана gold classic в 2 нити у нас получается значит у меня метраж 100 граммах 140 метров вот вы исходите вы можете взять любую аналогичную по толщине пряжу чтобы у вас было в 100 килограммах где-то 130 120 от 100 до 140 метров вот тогда у вас шапка получится достаточно плотная объемная и красивая вот таким образом и так вяжем до конца ряда вот что у вас получается так и заканчиваю я ряд двумя лицевыми провязанными за заднюю стенку сначала 2 затем первое так вот первый ряд у нас узора закончен второй ряд вяжется очень просто так как смотрят у нас петли то есть опять одна изнаночная 2 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых и так до конца ряда грешу сама тем что вижу достаточно плотно поэтому вам тоже советую для тех кто стягивает вяжите посвободнее вам будет легче провязывать вот эти лицевые скрещенные петли сама люблю плотное вязание не люблю когда такое оно рыхлое получается поэтому иногда вот такие плотные узоры даются немножечко тяжеловато и так вяжите дальше до конца второй ряд а потом мы с вами встретимся вот я довязываю второй ряд узора заканчиваем и двумя лицевыми так а дальше вы все повторяете начиная с первого ряда узора опять вы провязываете одну изнаночную лицевую вторую за заднюю стенку потом первую за заднюю стенку изнанка вот видите вот у вас уже получается сам узор потом опять вторая петля первая петля изнанка а четвертый ряд вы будете вязать как смотрят петли изнанка 2 лицевых изнанка 2 лицевых и вот так чередуя эти ряды вы свяжете вот такой красивый узор на шапке и так далее вы работаете самостоятельно и так мы с вами провязали высоту нужное корид количество рядов чтобы вам было видно я замерю у меня в высоту получилось 22 сантиметра даже 22 с половиной я думаю этого будет достаточно и дальше мы приступаем к закрытию макушки для этого нам с понадобятся чулочные спицы и так что мы делаем мы переходим на эти спицы если у вас есть потолще размер можете взять потолще у меня к сожалению вот оказались под рукой только этим и поэтому мы провязываем следующим образом первую петельку мы провязываем изнаночной ту которую вязали изнанкой а дальше 2 вместе лицевой за заднюю стенку опять изнанка 2 вместе лицевой за заднюю стенку изнанка 2 вместе лицевой за заднюю стенку и так провязываем целый ряд распределяя наши с вами петли на 4 спицы так я думаю сюда достаточно и так дальше вот я провязала первый ряд для макушки далее второй ряд мы вяжем по рисунку как смотрят петли то есть у нас первая петля 1 изнаночная 1 лицевая за заднюю стенку 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так провязываем второй ряд третий ряд провязываем следующий образом первая петля изнаночная дальше лицевая изнанка лицо у нас идет вот следующие три петельки мы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку вытянули опять изнанка опять 3 вместе лицевой за заднюю стенку изнанка 3 вместе лицевой за заднюю стенку и так провязываем до конца ряда чередуя изнаночную и 3 вместе лицевой следующий четвертый ряд провязываем так как смотрят петли изнанка лицо изнанка лицо изнанка лицо изнанка лицо и так до конца ряда 5 ряд мы провязываем по 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 вместе лицевой за заднюю стенку после пятого ряда мы обрезаем ниточку и теперь с каждой петли с каждой спицы каждую петельку протягиваем крючком ниточку через петельку с помощью крючка переносим так как у нас не двойная поэтому если вязать в две нити смотрите чтобы она не разъединялась это будет некрасиво и так вот мы потихонечку протягиваем и сейчас когда мы стянем у нас должна с вами получиться красивая макушка шапочка получается красивая без швов кому-то нравится когда вяжется на двух спицах со швом шапки мне лично больше нравится когда шапки без шва мне кажется так она будет смотреться аккуратнее и так вот затянули мы макушечку вот у нас какая она получается затягиваем посильнее чтобы не было дырочки так и с игночной стороны вытягиваем наш хвостик вытягиваем затягиваем затягиваем посильнее и еще раз с помощью крючка фиксируем нашу ниточку потуже можно через несколько петель еще раз чтобы было попрочнее ну вот ее уже практически не видно отверстие так и закрепляем ниточку затягиваем потуже обрезаем лишнее так смотрим что получилось вот наши с вами макушка так и осталось только убрать нам ниточку которую была с наборного края у нас фиксируем вовнутрь тоже убираем лишнее сейчас я ее покороче обрежу чтобы мне было удобнее ее спрятать вот так лишнюю ниточку тоже обрезаем расправляем смотрим вот что у нас с вами получилось вот такая красивая наша с вами шапочка итак если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки оставлять свои комментарии а также подписывайтесь на мой канал вяжем красиво впереди у нас много нового интересного до новых встреч пока пока пока